Украина объявит ковидную амнистию для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации, но не воспользовался им. В украинском Минздраве говорят, амнистия нужна, чтобы люди с фальшивой прививкой все-таки смогли привиться по-настоящему. Чтобы получить прививку, владельцу поддельного ковид-сертификата придется рассказать, где он его приобрел. Сейчас открыто более 800 уголовных дел по факту подделки сертификатов. Чаще всего подлог обнаруживают при пересечении границы, рассказали в национальной полиции Украины. В прошлую субботу автовокзал города Мукачево. Разоблачена группа, которая занималась в кассе не только продажей билетов на автобусы, но и к этим билетам также предлагались экспресс-тесты. Когда начали расследовать это преступление, оказалось, что к этому также причастны несколько врачей медицинских учреждений на Закарпатье. Следствие продолжается. А в Ивано-Франковской области совместно с СБУ разоблачили заместителя директора коммунальной больницы. Тоже без прививки вносились в реестр данные о проведении вакцинации граждан. Сейчас правоохранительные органы Украины проводят проверки в автобусах, поездах и аэропортах. За использование поддельного сертификата о вакцинации законодательство Украины предусматривает штраф и даже тюремный срок до двух лет. А вот те, кто изготавливает эти поделки, могут попасть за решетку на три года. В Минздраве Украины отмечают, люди, которые тяжело переносят ковид, очень часто признаются, что имеют фальшивый сертификат о вакцинации. Минздрав изучит каждый тяжелый и летальный случай у вакцинированных. В ходе таких проверок ожидают обнаружить много случаев поддельной вакцинации.